В Новоуральском городском округе в зоне ответственности дорожно-коммунальной службы и управляющих компаний более 2 миллионов квадратных метров городских территорий. Из них 1 миллион автодороги, 300 тысяч тротуары, более 600 тысяч квадратных метров газоны, межпоселенческая автотрасса «Починок-Польники» с 1 января 2018 года передана в собственность Свердловской области. И содержание этой дороги осуществляет ООО «Уралдортехнологии». Новоуральцы помнят, что в прошлом году снегоуборочная кампания была, по сути дела, сорвана. Поэтому теперь ситуацию контролируют не только городские власти и ГИБДД, но и депутаты Думы 7-го созыва. 23 января ответственные за очистку округа от снега доложили народным избранникам о ходе кампании. В целях контроля очистки территории у нас уже больше года организована работа городского штаба. В состав штаба входят как специалисты администрации, так и управление городского хозяйства, ГИБДД наши, общественные организации и плюс депутаты Думы. Вот таким составом штаб позволяет действительно оперативно как рассматривать вопросы, которые направлены на улучшение очистки, так и соответственно оперативно принимать решение, что необходимо срегулировать для того, чтобы этот процесс шел регулярно, постоянно и, скажем так, в надлежащем виде. В очистке территории НГУ от снега и наледи этой зимой задействовано 38 единиц снегоуборочной техники. За состоянием дворов следят 126 дворников управляющих кампаний. Несмотря на то, что пока погода позволяет всем ответственным службам работать без оврала, ситуация должна отслеживаться ежечасно. Подводить итоги зимнего сезона еще рано, потому что, как мы видим, сейчас наступает холода, то есть будет возникать накат снежный, колея, это первое. Второе, есть уже какие-то предупреждения о том, что к нам идет опять очередной циклон. Значит, все угрожали, угрожали, что там дойдут предыдущие, но, слава богу, все как-то нас миновало. Отличает этот зимний период, конечно же, малоснежная зима, то есть даже ранее заключенные контракты по вовозу снега у нас не были реализованы, то есть мы даже не вступали в такие мероприятия, дорожно-коммунальная служба справляется своими силами. Соответственно, ну, как говорится, нет снега, нет проблем. По словам специалистов, проблем не должно возникнуть, даже если начнутся обильные снегопады. Кроме парка, снегоуборочной техники, дорожно-коммунальной службой создан запас посыпочного материала и противоледного реагента. В этом году, на самом деле, зима нас несколько балует, снега не так много выпадает, но, тем не менее, он есть и надо с ним бороться. Образуются у нас и наледи на дорогах, и снежный наст на тротуарах. Поэтому, в принципе, как и обычно в любые другие года, мы используем чистый песок на тротуарах, на дорогах мы используем песок в смеси с реактивом галит, это натрий хлор, в общем-то, безопасная техническая соль. И в тестовом варианте в этом году мы используем такой довольно-таки сильный реагент, это кальций-хлор. Он используется, закуплен в очень небольшом количестве, используется в таких критичных ситуациях, скажем так, для борьбы с очень сильной наледью, гололедом. В городе организовано четыре площадки для временного складирования снега. Конечная остановка в Южном микрорайоне по улице Ленина у выезда, в сторону поселка Мурзинка, территория у второй промплощадки и по улице Шевченко, на месте, где раньше размещались теплицы. Отметим, что за период с ноября 2017 по январь текущего года ГИБДД Новоуральска выдано 62 предписания на устранение снега для безопасности дорожного движения. Цифра в три раза меньше аналогичного периода прошлой зимы. Все замечания ДТИ устраняются оперативно. Мария Антонова, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания.